всем доброе утро мы только недавно встали девушка сразу за игрушки ты пойдешь кушать блинчики блины иди милана буди пойдем кушать блины я там уже вовсю жарю блины на улице как всегда темно на часах 7.30 пойдем да иди буди милану пойдем кушать блины да яшка мне тут помогает я уже нажарила пару блинчиков тоненькие вкусные без муки без сахара что тебе дать один блинчик создам самый нижний жирненький на не горячий давай мы сядем красиво сейчас я дам тарелочку пересадила да яшку на стульчик новое блинчик варенье вот такой даже джем такой вот об сейчас уровне вот такой джем пользуемся очень вкусный все не можем доесть потому что нам редко кушаем такое вообще да но я считаю иногда все можно главное в меру вкусные блины у меня сейчас тоже будут блины и два яйца скорее всего да как вкусненько тебе так что всем кто кушает приятного аппетита а я сейчас хочу быстренько подкраситься все как всегда ничего нового немножко тональника немножко туши немножко брови и посмотрим как пойдет дело хотел съездить погулять опять настолько я уже задолбалась сидеть дома с этим карантином просто меня это все так раздражает сейчас ужасно хочется куда-то выходить гулять видеть людей надоедает сидеть дома вот напрягает вот эта вся обстановка ужасно не знаю меня ли одну или нет у меня очень дико это раздражает прям до ужаса реально лежу например в постели и думаю на чем заняться туда не сходить туда не съездить там запрещено к тебе запрещено там нельзя там ограничения и это так напрягает ужасно так хочу съездить центр города но посмотрим еще не знаю точно получится но есть планы такие как раз немножко когда стемнеет чтобы знаете всю эту красоту видеть потому что еще много где украшено можно что нибудь посмотреть хоть и нету снега но тоже чем-то плюс до яшки потому что порвались сапожки и они протекают если ходить по мокрой воде по мокрому снегу то будут мокрые ноги а пока сухо мы ловим моменты и гуляем надо как-то придумать как купить ей новые сапожки так все это буду докрашиваться думать что делать и пойдем полдникать да еще полдник придумать с едой тоже надоело все одно и то же одно и то же а готовить лень так что все буду я собираться до яшка вроде бы вставать не собирается по крайней мере я ничего не слышу у меня чуть зеркало не упало у меня такое переносное большое очень неудобно хочется маленькая знаете что в руку взять куда не пойду краситься постоянно его надо таскать по всей квартире что очень неудобно не знаю продают ли сейчас маленькие зеркала надо посмотреть я хочу такое чтобы на подставочке было на маленькое чтобы можно было на кухне покраситься взять там в кровать полежать накраситься чтобы не вставать лишний раз буду краситься и заниматься дальше делами а а а а Ну, как вы думаете, пока я красилась, мадмузель так и не встает. Мадам, ты что, спишь? Ты уснула? Не буду ее показывать, она полностью голенькая. Мадам, а мадам, просыпайся. Пол третьего, пора вставать. Я говорю, сколько ее не буди, во сколько ее не укладывай, она вот всегда спит так сладко, уже с самого-самого рождения. Куколка моя, куколка, куколка, куколка. А кто тут такой глазки открыл? А кто тут такой сладкий проснулся? Да, Янечка, скажи всем привет. Смотрите, она засыпает просто на ходу. Соня, а Соня? Сонька. Так, а мне, как всегда, а не, не буду убирать, Даяшка сегодня вытащила свою старую ванночку. Это она в краске Милана что-то красила и, видать, замазала. Вот я не знаю, она нам в старой квартире очень была нужна, потому что там была очень большая ванная. И я не видела смысла Даяшки наполнять, например, это, знаете, там даже половина ванной каждый день, ну, потому что она реально была очень большая. В этой квартире ванна гораздо меньше, и вот эта ванночка уже не требуется. Не знаю, не знаю, оставлять, не оставлять, пригодится, не пригодится. Нет, ну, для третьего ребенка она точно мне не пригодится, но пригодится ли нам, даже не знаю. Единственное, если летом, так как у нас тут этот линолеум, то можно ванночку или, знаете, бассейн наполнять прямо в комнате и освежаться. Ну, не знаю, посмотрим еще. Все, давай, ты сосальщик, вставай. А ну-ка, хватит, некрасиво как, а некрасиво как. Жулик маленький. Все, а мне надо сегодня опять помыть, смотрите, зеркала. Это уже или моя, или Меланина рука, не знаю точно. Это ужас. Я бы, наверное, никогда в жизни у себя в квартире не поставила вот такие зеркала, особенно в детских. Ну, может быть, в коридоре, не знаю точно, но это какой-то кошмар, это постоянно надо нам мыть. Я вот когда открываю, получается, мои пальцы касаются все равно зеркала, и тут тоже получаются пятна. Не знаю, может быть, есть какое-то специальное средство, чтобы ты моешь, и когда дотрагиваешься, не оставались сразу пятна. Просто у меня никогда, ну, не было такой необходимости вот так вот часто их мыть. Да, шелопоп? Опять она пальцы сосет. Все, вставай, пойдем гулять. Нет, сначала покушаем, а потом гулять. Идет быть. Будем до Яшки делать сегодня хвостики, смотрите, с такими резиночками, которые я заказывала как-то на Алиэкспрессе. мне очень понравились что у тебя тут липкая когда блинчики кушали покажи какая у тебя штука покажи всем скажи смотрите все что это такое это штука чтобы делать о боже все липко видно варенье было кошмар мы пошли мыть все мы умылись эту часть волос скорее всего там попало варенье втром она ела с блинчиками собираемся какие тебе будем волосы делать скорее всего давай пучки сделаем тебе по бокам на будешь у меня красивая будет красиво удая скорее бы ты сама училась волосы делать я не то что не люблю это дело но если делать именно прически порой это занимает очень много времени более знаете хочется там разнообразное что-нибудь непослушные у тебя волосы стали раньше ее волосы было легче делать сейчас они убегают все в разные стороны так первое и вторая готова смотри какая ты красивая ты чего расстроена это что такое что такое что это такое там даяночка красивая одна там хвостики да у тебя где второй пошла какого-то второго искать сели мы полникать у меня будет банан и пару долек яблока что ты делаешь это телефон это банан кто будет банан есть ты будешь я думал ты не будешь мама тебе порезала видишь на яшке яблоко тут такие крекеры это из ржаной муки пшеной муки это я покупала магазине риме кстати очень вкусные такие твердые нам нравится давай это мамин банан мама тебе порезала на держи приятного аппетита так что всем кто кушает тоже приятного аппетита вернулись мы уже домой вот буквально только что зашли в магазин купили смотрите какие конфетки тут два яруса я так понимаю различные вкус и конфет завтра буду пробовать опять буду покрыта вся пищами но мне очень хочется не знаю мне кажется а тут ты немного вкусов раз два три четыре а я почему-то думала что тут гораздо больше ну ладно четыре вкуса тоже неплохо так купила еще вот такой вот завтра рождество скорее всего поедем к моей маме и возьмем туда все эти сладости с собой смотрите смотрите что я еще купила домик я единственное не понимаю тут все не на русском и даже но если что глазурь в принципе могу сама сделать у меня есть красители после того раза когда я еще работала у меня остались красители поэтому так что сейчас это пирог это завтра к бабе завтра откроем вот мы сейчас пойдем такой домик делать из печенье печенье да 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 стоил евро 50 всего лишь купили такие вот чипсы не удержалась и до яшки купила вот такие вот печеньки дорогу удобно брать все тебе надо открыть вот прям все нет не откроем сейчас пойдем делать домик завтра рождество и у нас будет красивый домик нет подожди пойдем сейчас делать это будет печеньки пойдем сейчас делать вставай пошли уже пришли на кухню сейчас я зажгу свечку чтобы так было по новогоднюю что это подарок ну что будем открывать тогда что мы будем делать скажи дом 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 так сейчас я вам покажу какое там наполнение сразу ух ты а да глазури нет ну ладно без глазури тоже хорошо так подожди пахнет он кстати да хорошо смотрите какой очень хорошенький так подожди главное не сломать подожди 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 чувствую что сейчас мы все это разломаем стой 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 ой были вот этот сломан знаете что мы сделаем сейчас красиво подрежем и будет у нас такой я его заклею глазури ничего страшного буду собирать как пазл так ну ладно сейчас я сделаю глазури и тогда будем дальше собирать так взяла досочку сейчас я быстренько его соберу так жидкость уже видите немножко затвердела и становится уже как такая как клей прям это еще просто не готовая глазурь ну как бы она готова уже можно ее даже есть но как бы не готова так ладно сейчас я его склею покажу вам что в итоге получается первый этап домика закончен у меня правда подгорела глазурь потому что изначально я когда делала я оставила на огне вторую часть и прозевала время но ничего страшного тут в принципе не так заметно сейчас покроем ее уже белой или конь цветной глазурью будет красиво у нас правда не полноценный домик но ничего страшного знаете никто не увидит что там сзади более он будет так ставить красиво девчонки тут сидят ужинают поужинают и будем доделывать тогда варю уже вторую дозу так сказать глазури рецепт на глазурь оставлю в ссылочке на в описании потому что я делаю первый раз по этому рецепту глазури нету белка там просто сахар вода лимонный сок или уксус но и все и в принципе красители по вашему желанию пока остывает глазурь я тут села поужинать девчонки уже поели я не успела потому что замешивала глазурь у меня тут бомбический салат смотрите какой какой он вкусный мне кажется любой салат сыром фета будет просто великолепный правильно у меня тут это китайская капуста паприка огурец сыр фета но и все это нереально вкусно вот поверьте мне я бы туда еще добавила бы какие-то фруктов на даже не знаю каким я помню раньше добавляла гранат виноград люблю в многие салаты но сейчас все такое не сезонное невкусное безвкусное жду лета и тогда будут вкусные фрукты ягода очень-очень вкусно напишите какие у вас любимые салаты чтобы они естественно были полезными они такие знаете не полезные с майонезами с картошечкой мне такого не надо мне надо такое что не вредит фигуре и что можно кушать вечером я думаю сейчас многие хотят похудеть к лету уже после новогодних праздников как раз и я тоже ваших рядах у меня это второй раз когда я набираю вес чуть чуть выше своей так сказать цели у меня постоянно было так что не больше трех с половиной четырех килограммов сейчас я набрала получается 5 и 5 килограмм для меня это дикая проблема потому что надо тогда покупать уже новый размер одежда а в ту старую одежду ты влазишь просто с трудом тебе все жмет затягивает короче пора худеть но я знала на что иду я знала что я наберу я знаю что я очень легко скидываю за 7 лет п.п. и вот то что я похудела первый раз когда начала худеть уже ой подождите 7 лет шестой год пошел вот тогда я первый раз кинула 19 килограмм они были наедены даже не наедены они были наживаны да потом я забеременела до яшкой ну естественно набрала вес но не очень быстро скинула я как-то это не считаю и вот сейчас опять плюс 5 килограмм чуть чуть больше конечно но чуть-чуть все буду кушать пишите свои рецепты салатиков какие вы любите на ужин всем приятного аппетита вот моя глазурь готова она остыла видите какая она но я добавила еще крахмала две чайные 3 чайные ложки потому что у меня почему-то по рецепту тому не получалось вот так она стала идеально просто сейчас будем красить красителями будем посыпать вот такими сахарными штучками и украшать домик вот так вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Домик наш готов! Я уже тут его только что фотографировала, поэтому ставила свечки, чтобы на фотке красиво было. Такая вот красота у нас получилась, но единственное, с этой глазурью, видите, она такая блестящая, но и на данный момент она не застывает. Мне кажется, она так сильно и не застынет, как, например, глазурь на яичном белке. Ну, в принципе, и так хорошо. Мне нравится, блестит такой. Супер! Завтра будем его поедать! Все, будем уже, наверное, немножко собираться спать скоро. Ой! Почитаем сказку. И будем ложиться спать уже через полчаса примерно. Так что всем спасибо, кто был с нами. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!